Дорогие друзья, привет дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Задамяне. Явился на планетную, тут его встречают с двумя новостями. Одна новость очень хорошая, а другая новость очень плохая. Причем настолько плохая, что Севка в последнее время прям мандражирует от этих новостей. Абсолютно к ним не готов, не слышать их, не уж тем более видеть. Потому что как только видит, сразу ноженьки-то и отнимаются. Но с хорошей новостью, как всегда, его встречает у порога именно Надька. А вот плохую новость оставила для мамки. Пусть под молотки идёт она. Так вот, хорошая новость заключается в том, что наконец-то дали отопление. И здесь я могу порадоваться за людей, потому что действительно очень холодно в Днепре было в последнее время. Люди замерзали и слава богу, что теперь они в тепле. Ну всё у людей в порядке. Ну а плохая новость, как мамка Севки с порога говорит, в Одессе и в Киеве идут жёсткие облавы ТЦК и отлавливают мужиков. И мамка очень-то по этому поводу переживает. Но Севка переживает ещё больше, потому что тут до конца неизвестно. Мы знаем о том, что запретили видео и фотофиксацию задержания, да, и вот этих вот беспределов, скажем так, ТЦК. Ну, в каком-то определённом, да, ряде случаев это действительно, я могу смело сказать, это является беспределом. Так вот, нельзя это снимать. Ну не знаю, можно об этом говорить или нет. Ребята, не смотрю новости, не читала этот закон, но факт остаётся фактом. И, конечно, Севка категорически не хочет, чтобы мамка об этом говорила. Тем более, когда что-то явно пошло не так, и теперь уже Севка в открытую далеко не первый раз заявляет о том, что у него лично никакой брони нет. Ну и даже теперь, в принципе, по факту её решать достаточно глупо. Потому что все эти ВЛК, все эти ТЦКшники уже конкретно облажались и запалились на всех вот этих лево-правых, да, справках, билетах и так далее, брони. Ну, в общем, такое себе теперь удовольствие заплатить. Мало того, что можешь заплатить и всё равно встрять, так ещё можешь и встрять под уголовку, так как дал взятку. И поэтому, если решать по факту, то нужно было это делать намного ранее. А теперь нужно уже иметь тот результат, который будешь иметь. Ну, а в случае Севка, как всегда, он надеется, что его пронесёт. Севка, я могу тебя успокоить, у тебя есть Олеся Ангелова. Высшие силы тебя 100% защитят. Всю беду, как всегда, она тебя рукой отведёт. Но и при этом Севка не готов слушать даже за кого-то. Да, Севка, настало то время, когда теперь нужно гулять с большой осторожностью. И даже, да, ездить в Киев нужно проще, чтобы колясец, скажем так, приезжал к тебе. Потому что тебе нужно будет пересечь достаточно много, проехать блокпостов. А вот колясеньки, как студенту, действительно с бронью, ничего абсолютно не страшно. И тут, конечно, под вопросом очередные покатушки кокия. Ну и при этом Севка орёт на маму. Нахер оно тебе надо. Ловят и ловят. Тебя же, типа, не словили и тебя это не касается. Но Севка нельзя настолько пофигически относиться к чужим посторонним людям. То есть, получается, за свою жопу, да, за свой зад ты волнуешься и переживаешь. И ножки у тебя отнимают. А то, что происходит с другими, тебя, как всегда, не трогает. Так вот, должно быть элементарно какое-то человеческое сострадание, сочувствие. И какая-то элементарная солидарность. Потому что завтра можешь ты оказаться на месте вот этих мужчин, которых, да, задержало, возможно, непромоверно каким-то образом ТЦК. Но, конечно, как всегда, Севке плевать абсолютно на всё. Ну и дальше Севка сразу чапает на кухню и готов уже к Надькиной подаче блюд. Но сразу первонаперво отказывается от горохового супа. Что-то Надька скошеварила не так и суп Севке не пошёл. И так и сказал, что от её супа у него болело поджелудочно. И Надька в шоке. Ребята, вы представляете, она старалась всю свою любовь, так сказать, туда применила в этот суп. А он Севке боком-то и вышел. И Надька не верит, что это вина её супа. Она больше топит за то, что это шаурма. А возможно, Надька непомерное поедание лука и чеснока. Потому что Севка, в принципе, жуёт сало и заедает это всё благополучно чесноком. И в этом тоже может быть причина. Но Севка виноватой сделал именно Надьку и её гороховый суп. Так как шаурма, по его мнению, очень хорошего качества. Мало того, диетическая. Ну, не знаю, в каком месте приготовленная шаурма, да, в каком-нибудь павильоне может считаться диетической. Ладно, когда ты готовишь её дома. Но там бы я не назвала её диетической. Но, в принципе, ребята, мне абсолютно вообще фиолетово. Диетическая она или нет. Я, скажем так, за их лишние килограммы не переживаю. За это больше волнуются они сами. Ну, и дальше Севка интересуется всё-таки, может ли это быть от Надькиного супа или нет. Как она думает. Мне интересно, первое, Надьке что, появилось чем думать. А второе, она что, является врачом, что она тебе может, да, там, каким-нибудь гастроэнтерологом. Что она тебе может доподлинно сказать, по какой причине и из-за чего у тебя начала болеть поджелудочная. Ну, и дальше, ребята, очередная порция сисюканей от Надьки. Самвельчик, зайчик, что тебе подать картошечке? И когда Севка сказал ничего, она говорит, зайчик, я тебя услышала. Мне интересно, Севка, вот ты же кричал, что ты прям матерый мужик, которому всё по плечу. Тебе вот эти бабские слюни и сопли противны. Вот эти всякого рода сисюканья. Но почему же ты терпишь вот эту вот прихоть и блажь Надьки? Не ставишь её на место и не говоришь, что в такие моменты мне хочется тебя взять, да, башкой шмякнуть, например, об стенку. Как ты рассуждал о матерях, которые как-то ласкательно общаются со своими детьми. А тут, получается, когда Надька с тобой так говорит, тебя никоим образом и не коробят. Ну, и тем временем Севка решил ещё поинтересоваться вскользь, что там у его родни в Запорожье. Мама сказала норм, ну и на этом норм. Севка сам не очень-то готов тратить время, чтобы с ними созваниваться и узнавать, как у них дела. Ну, и тут, как всегда, затронул тему Надькиного котика. Севка, я не знаю, ты что специально это делаешь. Доводишь зрителей рассказами об этом масечке. Уже, я не знаю, телепает и типает и от Надьки, и от её масечка. И давай-то притрушенная, коротенько рассказывать, как с трёх часов ночи её котик беснуется. И очень надеяться, что соседи не слышат ни разу, как он летает по квартире. Он там и на холодоз запрыгивает, и чуть ли не на кондиционер прыгает. Ну, в общем, даёт, так сказать, стране угля. И здесь у меня возникает вопрос. Надька, ты вообще в курсе, насколько на самом деле в гостинке тонкие стены? И когда даже котик прыгает вверх-вниз, то соседи, которые под низом, очень и очень это слышат. Особенно, когда это происходит в три утра. Уж тогда, если бы ты подорвалась, и твой кот вот такое творит, то сиди его уж как-то развлекай сама, чтобы люди, которые под низом, под тобой, могли, так сказать, соседи снизу отдохнуть и не слышать вот эти вот прыжки. И опять вот эти темы диетчиков. Кто на диете, сколько дней и сколько килограмм потерял? Севка, да плевать всем, что на самом деле происходит с твоей Надькой, с её диетой, её лишними килограммами, её коленными суставами, её походкой. Но вы уже забебали. Ну, ладно, раз сказал, ну, два сказал, три. Но сколько можно из видео в видео поднимать тему Надькиного похудения? Это на самом деле интересно только Надьке, её подружайкам и твоим лизоблюдкам. Даже тебе, самому, в принципе, фиолетово. Ты просто понимаешь, что это контент. И мало того, ты прекрасно просекаешь, что Надька конкретно обманывает, да, по поводу своего веса. И предвкушаешь, какое в будущем ты можешь на этом запилить контент. Ну, и началось опять-таки вот эти главные вопросы, что там с мамыным сахаром. Надька отвечает восемь. У меня возникает единственный вопрос. Почему, когда мамка, да, сама себе колола пальцы, да, и брала сахар, ну, кровь на анализ, Севка сам перепроверял её глюкометр. Почему сейчас, на данный момент, он к нему даже не прикоснулся. Вот я не верю, что у мамки реально сахар восемь. И ты очень, я думаю, сомневаешься сам, что это является действительно правдой. То, что озвучивает Надька. Так вот, взял бы в руки глюкометр и посмотрел последние, так сказать, какие-то там показания, да, по максималке, которые там зафиксированы. Я думаю, ты сам бы просёк, как они в сговоре жрут обе запрещенку. Жрут, даже не стыдятся и не краснеют. Ну, и дальше, ребята, мамка пришла с воспоминаниями о мандрычахе. Чем она их угощала, как она с собой, да, там, какие-то продукты гостинцей передавала. Ну, в общем, я понимаю, что на самом деле эта женщина была очень гостеприимная. Она жалела, что тяжёлое детство у ТВ детей, благодаря мамаше, да, что там пьяные сожители гоняют, и ТВ, и детей давала им кров над головой, какие-то продукты давала, и даже, когда они взрослые приезжали люди, всё равно старалась чем-то их угостить. И то есть мамка рассказывает о мандрычахе, Надьке, это неинтересно, какого хрена, мамка должна быть в центре внимания. Ребята, к чему она там начала рассказывать о своём покойном Толике, я вообще фишку не просекла. То есть ТВ рассказывает за мандрычаху, а Надька рассказывает за Толю, как он увлекался, любил футбол, как его похоронили, что с обратной стороны памятника у него фото, где он стоит как раз-таки на футбольных воротах, и я смотрю и не понимаю, действительно какая-то притрушенная на всю голову. Надька, кто интересовался твоим Толе? Кто о нём вообще спрашивал? Зачем информация о твоём Толе нужна зрителям, если его никто вообще не знает и никогда не видел, потому что он, естественно, ну, неживой. И зачем поднимать эти темы, рассказывать о Толе, ребята, ну, мягко говоря, странно. Ну и тут Надька окунулась уже в такие более глубокие воспоминания. Она-то рассказывала, что она за Толей жила, понимаете, как за Христом, за пазухой. То есть Толя делал для неё всё, и Надька вот была прям женщиной-женщиной. И тут же и рассказывает, что оказалось, Толя был заядлым футболистом, но не профессиональным, потому что Севка поинтересовался, где играл Толя, а именно, да, вот, любителям. Причём ни одно сельское соревнование, какое-то состязание, либо матч не проходили без участия её покойного мужа. И, как оказалось, их участок был недалеко от футбольного поля. Так вот, там собирались, они играют в футбол. Надька полит и корячится на огороде, и здесь Толя её, ей кричит на всю, «Надя, где мои наколенники?» Причём срочно. И в этот момент Надька с испугу сломя голову бросает этот нафиг огород и бежит прямиком домой искать Коли, Толи на околеннике. У меня возник один вопрос, «Ну ладно, мать его так, он тебе не помогает, и ты стоишь там на этом огороде, хочу вряжешься, я не знаю, впахиваешь сама». Но в чём проблема была Толи подорваться и самому пойти найти свои наколенники и взять их? Вот это для меня загадка. То есть, простите, твоя жена скалывает в позе раком, полит этот огород, этот бурьян, ты в тупую на неё орёшь, привлекаешь её внимание, она бросает то, что делала, физически уставшая, подрывается и бежит тебе за наколенниками, а ты в этот момент стоишь и ждёшь, когда же она тебе пулечкой их приторабанит обратно. А почему у меня возникает вопрос, Толя не взял, например, сапку и не начал делать какую-то работу, вместо жены, пока она побежала за этими наколенниками. Второе, почему вообще жена должна была за ними бежать, а не муж пойти взять то, что ему необходимо. И вот такие моменты, когда Надька озвучивает, я как раз-таки понимаю, в какой заботе и любви она на самом деле прожила. Видимо, действительно, она привыкла ещё при мужа, что нужно угождать, и нужно делать только то, что ей говорят. Вот сказано, бросить всё, бежать и дать, потому что ему так захотелось. И она спокойно быстро это выполняет. Возможно, ребята, именно поэтому вот такое у неё поведение, такая модель отношений выстраивается и севкой. Ну и дальше мамка пошла наперекор Надьке. И давай перебивать Надьку и рассказывать о Карине. Я так понимаю, что на какие-то занятия ходит Карина. Ребята, я так и не слышала, что это за тренировки, но я так понимаю, куда-то в спортзал. И тут же Надька начинает перебивать маму и рассказывать севке, куда ходит мама на внучка. И вот спрашивается Надька, ну жопе слова не давали. Тебя же никто не спросил, за язык не тянул. Мамка сама соберётся с мыслями и родитку на какие занятия ходит её внучка. Мало того, я думаю, севке по факту вообще мало интересно, какие тренировки посещает Карина. Но понимаете, не влезла бы Надька, была бы не она. Ну и дальше опять Надька отчитывается перед севкой, что батла и результат батлов его не знают, потому что уснула, её вырубила и даже перед мамкой не смогла отчитаться. И севка бы призадумался, что Надька уже благополучной мамку присадила на это тт, потому что теперь приходя, мамка должна быть в курсе, что происходило в севкиных батлах, с каким счётом он победил, сколько плюс-минус он с этого заработал. И Надька не смогла маме поведать абсолютно ничего. Ну и тем временем севка жалуется девочкам, что его тт опять заблокировал основной аккаунт на целых 3 дня. Всё потому, что он непристойно танцевал в женском парике и на каблуках. Ребята, меня вот действительно поразила реакция ТВ. Она так и говорит, ой, ну и падлы. Вот действительно, мама, вас больше ничего не смутило? То есть падлы тт за то, что они заблокировали аккаунт вашего сына. А как вам на слух вообще воспринимается, что ваш сын переодевается в девочку, корчит из себя легко доступную женщину, он, видимо, с вас, да, срисовал по вашему образу и подобию, так сказать, по вашему типу, эту самую женщину, походка пошлая от бедра, вот эти каблуки, паричок, чулки или колготки. Вас это не смущает? Вас смутил только факт блокировки его? Не знаю, ребята, если б я, например, узнала, да, ну, теоретически, что мой сын вот так себя ведёт. Я была бы в шорохе. Я б меньше всего думала о том, что его заблокируют. Но мамка переживает именно за блокировку. Вот это всё её никак не смущает, потому что блокировка аккаунта – это минус деньги. Вот за что всегда мамка переживала, переживает и переживать будет. Ну, и Надька, конечно, тоже возмущается. Ну, и дальше, ребята, переходим к свисюканям. Надьку, походу, хватает на всех. И с севкой свисюкать, и со всеми подряд кошеками, я на неё смотрю уже просто противно. Когда вот, да, взрослая женщина, ладно, если бы это был твой сын, вот это зайчичок, самвельчик, зирочка, звёздочка, ну, ещё я это могу допустить. Ну, когда это совершенно для тебя посторонний мужик, и ты вот эти вот свисюканьи принимаешь, действительно становится противно. Ну, а севка, как всегда, не реагирует. Дюжелю бы Надьку за то, что свисюкает с кошеками. Вот Надька могла бы для пущей убедительности в жопу их поцеловать, если бы севка сказал, и это благополучно бы сделала. Ну, и дальше, ребята, обратила внимание, как он в последнее время гнобит с каким-то особым, прям, понимаете, стервенением свою маму. Начинаются вопросы, снятся тебе сны. ТВ ответила, да, снятся. Зачем тебе? Тебе, мол, типа плохой сон приснился? Ну, ребята, абсолютно закономерный вопрос, да, потому что если вы сидите, разговариваете на какие-то левые темы, и тут начинается интерес за сон, то, естественно, да, что ты начинаешь думать и подозревать, что приснился твоему ребёнку плохой сын. Сон. И здесь я даже за ТВ ничего плохого сказать не могу. Ну, а тут же отреагировал севка и сказал, да, приснился. Сон, где тебя выносят вперёд ногами. Ну, фу, ребята, просто конченое животное. Вот, ну, я не знаю, насколько надо на самом деле ненавидеть свою мать, чтобы говорить такие вещи. И вы знаете, наверное, самое страшное, что может быть, это, скорее всего, какая-то кара ТВ и возмездия, когда твои дети в таком возрасте при наличии таких болячек тебе говорят такие вещи. Не дай бог никому из нормальных людей до такого дожить. Ну, походу, за что боролась, на то и напоролась. Ну, и дальше опять-таки обсуждение этих батлов. Мамка нихрена не слышит и просит Надьку объяснить, что там происходило. Но, ребята, если её на это подсадили, как на сериал, то есть о чём ей ещё спрашивать и интересоваться, как не этими батлами. Они не смотрят с Надькой какие-то сериалы, чтобы мама поинтересовалась, да, что там происходило. Поэтому, естественно, она переспрашивает хоть чем-то поинтересоваться и узнать, что происходит. И опять этот полоумный, как давай на неё орать, вот оно тебе надо. Севка, а Надьке оно вот надо, что ты ей садишься и перескальзываешь. Почему ты Надьке не предъявляешь подобные свои фортили и исполнения? Почему только конкретно маме? Вот я считаю, что она и Надьке нахрен не надо было. Она спокойно пережила отсутствие этой информации. Но там тебе ни в западло, ни в падлу, да, сидеть и отвечать. А как касается твоей мамы, то тут же начинается истерика. И, кстати, то, что она плохо слышит, она в этом абсолютно не виновата. Это твоё просто безучастие и твой пофигизм. Ты мог давным-давно что-то сделать с её слухом. И не было бы такого раздражения и такой агрессии, что она ничего не слышит. Ну и мамке, естественно, ребята, стало обидно. И тут же она возмущается, что может мне вообще, мол, встать и уйти, да, и общайся напрямую с Надькой. Но это понятно. Она в этой ситуации чувствует себя третий лишний. Нифига не слышит и не понимает, о чём они говорят. Понятно, и хочется слышать, да, и понимать суть разговора. Ну, а Севка ей так и сказал, что да, можешь подорвать булки и выйти на балкон. Вот это и, ребята, дожилась. Когда в собственной квартире не Надьку отправляют на балкон куда-то погулять, а мамку под белые рученьки родной сынишка туда выпроваживает, чтоб не мешало. Ну и, походу, даже самой Надьке где-то стало неловко и жалко ТВ. И она, так знаете, таким взглядом, ну видно, что где-то вот жалость, поняли, проскользнула. И сказала, что типа, да сейчас зачем сам ВЛТ так? Ничем этот подонок не брезгует ради контента. Ради контента за деньги он готов маме в любви признаться. И точно так же ради контента и того же самого бабла готов её благополучно вот так вот уничтожать и унижать. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну а пока я со всеми буду прощаться. До новых встреч!